Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью на телеканале 6 ТВ. В этом году исполняется 80 лет со дня окончания одного из важнейших событий, важнейших сражений Великой Отечественной войны. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая, напомню, продолжалась 200 дней и ночей и в итоге стала переломным моментом в ходе всей Великой Отечественной войны. Сегодня углубимся в значение этой даты и поговорим о том, как Хабаровский край сохраняет историческую память. В нашей студии Анна Аверина, заведующая научно-исследовательским отделом истории Хабаровского краевого музея имени Николая Ивановича Градекова. Здравствуйте! Доброе утро! Давайте вспомним о том, что немцы до битвы в Сталинграде вели достаточно успешную наступательную политику и когда началось сражение под Сталинградом, они большую часть территории завоевали буквально за первые несколько дней. Но почему Сталин издал приказ о том, что ни в коем случае нельзя отдавать Сталинград? Почему это было так важно? Ну, здесь, конечно же, совокупность причин. И если вспомнить те события, которые в это время происходят на других участках фронта, действительно, вы совершенно верно сказали, Германия практически легко и непринужденно проходит всю Европу, Франция открывает свои двери и так далее. И, по сути дела, единственное и первое такое мощное сопротивление они встречают в Советском Союзе. Сталинградская битва начинается принято держать отчет от 17 июля 1942 года. 1942 год – это время, когда уже случилось контрнаступление под Москвой и удалось освободить Московскую область, еще некоторые территории. Но все равно не удается добиться тех успехов, на которые рассчитывалось, которые были запланированы. В то же время Ленинград все еще в блокаде, ежедневные бомбардировки, гибнут огромные потери среди мирного населения. Плюс такое упорное сопротивление удивляет, мягко говоря, армию Германии. Тем более, что когда эта армия заходила на территорию Советского Союза, у них даже не было зимнего обмундирования. Они не собирались здесь надолго задерживаться. Тем не менее, прошла зима 1941-го, начинается 1942-й. Успех вроде бы есть, конечно же, но не такие массовые, как рассчитывали вставки в Берлине. Поэтому начинается переориентирование основного удара, и он смещается со столиц в район Сталинграда, имея в виду последующий удар на Кавказ. А что это такое? Это выход к морям, Черное море прежде всего. Это захват ресурсных регионов нефтедобывающих Советского Союза. И таким образом должно было случиться главное преимущество. Но Сталинград не сдался. И более того, все сложилось таким образом, что необходимо было еще одно коренное переориентирование фронта. Ну и, конечно, наверное, сегодня уже говорят историки, в том числе и о том, что символичное значение этого города, сдать город имени Сталина, было практически невозможно. Никто из командующих не мог бы взять на себя такую ответственность. И об этом, я думаю, тоже стоит помнить. Ну вот, наступление, вы уже сказали, началось 17 июля. И 28 июля, если я не ошибаюсь, Сталин издает знаменитый приказ 227, который называется в простонародье «Ни шагу назад». Правда ли, что вот эти первые дни захвата Сталинграда вызвали в рядах Красной Армии настоящую панику и такие упаднические настроения? Ну, вы знаете, наверное, нет. Я бы не сказала, что, конечно, имели место отдельные случаи. Очень сложно нам сегодня, не имея никакого представления о боевой обстановке, представить, что 80 лет назад почувствовал человек, находясь уже не один день и не один месяц в условиях войны. Но, тем не менее, я не могу сказать, что огромная паника, это было массовое явление. Бомбардировки города ведь начались только в августе. 23 августа начались бомбежки Сталинграда. С 25 августа город на военном положении. А приказ «Ни шагу назад» издан несколько ранее. Более того, как я уже упомянула, ситуация под Москвой, ситуация в блокадном Ленинграде, ситуация на других участках фронта, в том числе и Заполярье и так далее. Я думаю, что вся эта совокупность причин стала большой, главной причиной для того, чтобы этот приказ был издан. Я не думаю, что только начало наступления в районе Сталинграда стало отправной точкой или главной из этих причин. Я думаю, что здесь необходимо посмотреть немножко шире на эти события. И я бы не стала привязывать издание этого приказа к какому-то одному городу, либо сражению. А что касается Ржевской битвы, она шла ведь параллельно со Сталинградским сражением и тоже была достаточно длительной. Влияли ли как-то эти два события друг на друга? Ну, так или иначе, конечно, влияли. Еще одно невероятное событие с точки зрения сегодняшнего дня и в целом мировой истории, Ржевская битва. Сегодня мы имеем в своем распоряжении не только документы, официальные какие-то сводки, которые рассказывают про мужество, такую более парадную часть истории, но и невероятные подробности, которые сохранились в каких-то воспоминаниях, каких-то бытовых источниках, которые рисуют эту картину совершенно чудовищной. И вот представьте, практически весь... Нельзя сказать, что в любом участке фронта на тот момент времени где-то было спокойнее, что ли, потому что Сталинград, бомбежки городских кварталов, сражения за каждый микрорайон, за каждый дом. Воспоминания сегодня звучат действительно чудовищно, когда реки становятся красными от крови, когда обороняющиеся переходят по мостам из человеческих тел. Но это, конечно, сегодня звучит очень страшно. И оттого еще больше уважения вызывает тот беспримерный героический подвиг и настойчивость и мужество, которые были показаны в те годы. Вот вы сказали про воспоминания. Я, когда готовилась к этому интервью, нашла такую фразу, что кто-то из солдат вспоминал, что 23 августа, вот как раз в тот день, когда началась бомбежка, город накрыло бомбами, как одеялом. Вот правда это было так масштабно? Да. Действительно, не стоит забывать, что Германия имела потрясающее количество ресурсов, резервов. И это касается всего, начиная от каких-то бытовых вещей, связанных с обмундированием, элементарно с фляжками, в которых можно было носить воду солдатам, так и вооружения. Конечно, по вооружению, особенно на начальном этапе войны, Германия нас значительно превосходила и ресурсы не экономила. Плюс такое символическое значение, город Сталина, когда не удалось захватить сердце страны Москву, важный город, второе сердце страны Ленинград, сходу захватить я имею в виду. Третьей такой точкой была намечена как раз это город Сталина, и его все ресурсы были брошены в это место. Но его тоже сходу не удалось захватить. По сути дела, два месяца жесточайших оборонительных действий, мужественных, 14 октября, даже известен день, который считается самым напряженным во всей обороне города, это 14 октября. И, кстати, в этот день наиболее массированных атак, наиболее сосредоточенных в это время удары сместились уже на север города, где были рабочие поселки, заводы. И многие участки охраняли, обороняли, защищали дальневосточные соединения, в том числе, конечно же, хабаровские части, которые были отправлены из Хабаровска, из Дальнего Востока под Сталинград и прибыли туда в самый ожесточенный момент сражения. И, собственно, мы поэтому сегодня в том числе вспоминаем про эти события не только потому, что это крупнейшее, очень значимое событие в нашей отечественной истории, но и потому, что дальневосточные хабаровские части, соединения были отправлены туда, сражались, и здесь, в тыловом Хабаровске, родные и близкие, просто горожане следили и очень ждали новостей со Сталинградского фронта. На ваш взгляд, как историка, что стало ключевым моментом в том, чтобы действительно взять преимущество на себя в этой битве и начать уже наступательное движение на немцев и постепенное освобождение города? Да, это, вы знаете, с одной стороны удивительное дело какой-то самомобилизации внутренней. С одной стороны, сегодня, если мы посмотрим объективно, вроде бы преимущества все на стороне Германии. И больше всего вооружения, и больше человеческих ресурсов, и стратегическое положение, но все-таки чуть немножко лучше. И тем не менее, город не сдается, и это только благодаря мужеству, в том числе тех, кто его защищал и оборонял. Хотя потери тоже колоссальные и невероятные. В наиболее напряженный момент обороны, конец октября, начало ноября, разрабатывается план контрнаступления. И тот факт, что этот план удалось не только реализовать в жизни, но и очень успешно, город удалось не то что отбить, но еще и провести такую великолепную операцию «Кольцо». Она под кодовым названием «Кольцо», вторая часть наступательной операции Сталинградской битвы, когда такую окруженную с трех сторон группировку противника удается взять в клещи, как по-образному выражению хабаровских художников, в сталинградские клещи, и захватить огромное количество военнопленных. Кстати, по результатам Сталинградской битвы больше ста тысяч военнопленных – это такой рекорд своеобразный Второй мировой войны, больше такого количества военнопленных за раз не удалось захватить, включая более двух с половиной тысяч офицеров, фельдмаршала Паулюса, ну и, конечно же, рядовых солдат. – Ну, всегда, конечно, об истории можно говорить долго, наверное, часами, особенно об этом сражении, но хочется всегда какие-то увидеть экспонаты вживую, как-то ближе прикоснуться в Градековском музее. Есть ли какие-то экспозиции, посвященные Сталинградской битве? – Конечно же, у нас есть большой раздел в экспозиции, который хронологически рассказывает про первую половину XX века, куда хронологически входит Великая Отечественная война. И в этом разделе представлены документы, фотографии, награды и прочие материалы, которые рассказывают о дальневосточниках, фронтовиках, защитниках Сталинграда. Разные виды поощрений, учитывая тяжелейший дефицит и невероятное напряжение сил, но, тем не менее, награды необходимо было выпустить, и они были выпущены, и каждый участник, так или иначе, который поучаствовал в обороне Сталинграда, получил эту заслуженную награду. В каком-то случае это медаль за оборону Сталинграда, отдельная большая награда. Сам город получил звание «Город-герой». В других случаях это благодарность на бумажном носителе, как говорим, мы музейные специалисты на бланке, оформленные благодарностью за подписью Сталина, трудовым коллективом и так далее. Сложно себе вот так взять и как-то их разделить по значимости, допустим, медаль более значима, чем, например, просто телеграммы с благодарностью. Наверное, нет. Для каждого фронтовика, для каждого участника этой героической обороны эти поощрения были памятны и значимы одинаково. И сегодня мы стараемся хранить их тем же пиететом, не разделяя по категориям, например, награды это государственная, медаль, либо это просто поощрение в виде телеграммного поздравления. Это экспозиция постоянная, то есть это не сделано специально к годовщине, а это как раз та выставка, которая работает в музее всегда. Да, совершенно верно. Это то, что любой посетитель музея может всегда увидеть, познакомиться, почувствовать, задуматься, может быть, о чем-то. Конечно же, там размещены материалы. Мы старались делать эту выставку с акцентом на тех дальневосточников-хабаровчан, которые были известны, были на слуху в то время. Несмотря на цензуру, так сказать, на то, что из соображений военной тайны необходимо было не разглашать ни местонахождение военнослужащего, ни обстоятельства его подвига, но, тем не менее, какие-то сведения были разрешены к общему пользованию. Конечно же, это было очень приятно жителям, поэтому равняться на таких героев-дальневосточников про детали подвига, которых печатала центральная пресса, фронтовые корреспонденты, затем они, их лица, так или иначе, появлялись на плакатах в городе. Это все было очень важно и для тыла в том числе. Необходимо было знать здесь, находясь за многие тысячи километров от фронта, что все это не зря. Мы отправляем далеко-далеко своих родных не просто так. Есть успехи, несмотря ни на что. Поэтому это было тоже очень важно. Ну тогда, наверное, стоит напомнить о том, что посетить выставку можно по Пушкинской карте, насколько я знаю. А это сейчас очень актуально, скажем так, в эти даты. Ну и давайте на последний вот такой, немного, может, философский вопрос. Совсем недавно бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил снова переименовать Волгоград в Сталинград. Как вы считаете, есть ли в этом какой-то смысл? Вы знаете, я думаю, что нет в этом предложении какого-то определенного смысла, потому как ведь все-таки город-герой – это не Ленинград, не Волгоград или не какой-либо другой город, а именно Сталинград. Вообще в истории любого населенного пункта, любой территории очень много событий, которые по-разному оцениваются в зависимости от конкретных событий в конкретное время. Но отрицать их – это, знаете, как отрицать прошлогоднее лето, например. Ну вот оно было, ну пусть холодное, с дождями, но оно было. Санкт-Петербург имеет в своей истории огромное количество героических страниц, связанных как с революционными днями Ленинграда, как с Петроградом, Первая мировая война, как с Санкт-Петербургом, Петровское время. И это тот факт, что сегодня он носит такое название, не мешает ему вспоминать об этом, впитывать в себя частичку этой истории и так далее. Мне кажется, что необходимо сохранять названия, которые устоялись на сегодняшний момент, ну, собственно, так же, как, я думаю, что и памятники, потому что они были поставлены в конкретное время. И сегодня мы можем по-разному к ним относиться, но сохранять их необходимо, я считаю. Что ж, спасибо вам за то, что вы как раз занимаетесь таким важным делом, как сохранение исторической памяти. Напомню, мы сегодня говорили о значении Сталинградской битвы, которой исполняется 80 лет в этом году. В нашей студии была Анна Аверина, заведующий научно-исследовательским отделом истории Хабаровского краевого музея имени Николая Ивановича Градекова. На сегодня у нас все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok